Привет, девчонки! Меня зовут Олеся, я стилист, миджмейкер, фэшн-блогер и даже психолог, и вы попали на мой канал о стиле моди не только снаружи, но и внутри. Мы сегодня с вами отправляемся на шоппинг-влог в Zara, заглянем с вами в Юск. Покажу вам, в чем, собственно, я сегодня была одета, мой образ. Очки новые, которые я вам покажу в следующем видео. Все. Серьги это Resort, массивное ожерелье, которому уже месяца три и ничего с ним не случается. Это Алиэкспресс, ссылочку вам оставлю внизу под видео в описании. И мой костюм в цвете Very Perry, это также Resort, показывала вам, отдельно все рассказывала в отдельном видео. Распаковка покупок на осень. Кстати, сразу вам скажу, костюм отличного качества, не закатывается. Супер цвет и супер дизайн современного, фасона современного покроя. Сумочку я также в том же видео вам показывала распаковку. Это сумочка от итальянского бренда Coccinello. И мои несменные вежа, вея, называйте как хотите, кеды на каждый день. Они кожаные, супер удобные, супер носибельные и мега трендовые. Также было отдельное видео, поэтому проверяйте в плейлистах на моем канале. Итак, образ номер один состоит из абсолютно базовых вещей. На мне вы видите джинсы прямого кроя, красивого небесно-голубого цвета, но такого средней насыщенности. И на мои бедра 105 сантиметров они сели просто идеально. Блуза в романтическом стиле всегда понадобится. Косуха, немножко драмы также не помешает. И аксессуары в черном цвете. Девчонки, если вы не знали, такая формула модная, она всегда была в моде. 10 лет назад, сейчас и через 10 лет назад. Единственное, немножко может меняться фасон, покрой и длины. Но, в принципе, вы знаете, что я не люблю моду как таковую. Я люблю стильные образы и свой персональный собственный стиль. Собственно, и он отразился в этом первом луке. Сразу вам скажу, что вы так можете отправиться и преспокойно на работу, и в офис, и на день рождения, и на свидание с любимым. И даже в кино в ваш выходной день. И будете выглядеть стильно, аккуратно, со знанием текущей моды. То есть будет понятно, что вы та женщина, девушка, которая разбирается в моде. Показываю вам вблизи и цены в польских злотых, и размеры, и QR-коды. Поэтому можете делать себе скрины и искать те вещи, если они вам, конечно же, понравились, в своих странах. Итак, образ номер 2. Черно-белый. Казалось бы, что может быть проще? Но посмотрите на крой рубашки. Она также абсолютно базовая. Плечо немножко приспущенное. Она достаточно свободного покроя, и я бы сказала, О-образного покроя. Красивый белый цвет белой офисной бумаги. И все это я миксую с юбкой из эко-кожи с акцентным ремнем. Вы знаете, что тип фигуры у меня груша, поэтому для меня важно выделять свою талию, и не делать слишком большой акцент на ягодицах и на бедрах, потому что туда сильно внимание я не хочу привлекать. Мне показался этот образ очень удачным и таким простым в своем исполнении, что вы его можете даже повторить, из-за вещей, которые находятся в вашем шкафу и точно не прогадаете, потому что формула также вечная. А мы смотрим с вами модификацию этого образа. Посмотрите, всего я поменяла верх на свитер красивого яркого фуксийного цвета. И посмотрите, как он красиво посвечивает мне лицо. Даже губы красить не надо. Обожаю цвет фуксии. Если вы также любите его, пишите мне в комментариях. Свитер достаточно широкий, его можно надевать также под леггинсы или под брюки кожаные или из шерсти. И конечно же, самым нарядным и акцентно притягивающим взглядом в этом образе будет аксессуар, а именно сумочка, усыпанная кристаллами. Если вы еще не знаете, маленькие кристаллы, пайетки опять к нам возвращаются, потому что хочется праздника, хочется немножко отвлечься из всех, от всех тяжелых новостей, которые мы читаем каждый день, которые мы варимся в них. И тем самым мода реагирует именно так, для того, чтобы хотя бы немножко поднимать себе настроение в наши будни. QR-коды и размеры все вам оставляю. Еще немножко прошлась по торговому залу в Zara. И хочу вам показать те единицы верхней одежды, на которые следует обратить внимание. Итак, молочного цвета курточка. Она до тазобедренной косточки и будет супер красиво освежать любой зимний наряд или в принципе для холодной осенне-зимней погоды. Ну и цена у нее соответственно 50 евро. Мне кажется, очень адекватная. Следующая курточка. Это уже демисезонный вариант в стилистике шведских брендов Totem. Супер модные, супер популярные эти курточки. Первые, кстати, две курточки подойдут для девушек с невысоким ростом. Это очень важно, так как часто вы мне пишите, Олеся, пожалуйста, порекомендую девушкам, что надеть, чтобы не скрадывался рост. Ну так вот, первые два варианта идеально подойдут на осень и на зиму. QR-код и размер, который я примеряла, показываю. Мимо этого пальто, его небесно-голубого оттенка я, конечно же, не смогла пройти. Мне нравится пальто в Zara, потому что есть у меня одно персиковое пальто. Пальто, вы его уже видели в видео с моими интересными идеями, как завязывать платок на каждый день. И это пальто не исключение, потому что здесь правильное все. И форма, и крой, и силуэт, и, конечно же, божественный цвет. Ну и выполнено оно из итальянской шерсти, что говорит о том, что действительно это пальто будет вас согревать. И еще, мой взгляд, зацепил такой вариант пальто. Он очень необычный, потому что, на первый взгляд, это тренч-код, но только дутый. То есть пальто в виде тренч-кода, но такое утепленное. Красивый, нейтральный, холодный, бежево-хаки цвет в светлой тональности подойдет очень многим женщинам и девушкам. Присмотритесь к такому цвету для верхней одежды. Не только, ведь носить нам всегда черное. Итак, девчонки, мы с вами перемещаемся плавно в один из моих любимейших магазинов для дома, для декора в Юск. Кстати, поляки почему-то его называют Еск. Не знаю, как это связано и как правильно читается. Ну так вот, вы знаете, в инстаграме я уже писала вам, что я в поиске красивого кресла, светлого бежевого оттенка в свою спальню. И это кресло мне очень понравилось. Плюс оно сейчас на достаточно хороших скидках. Кажется, минус 20% или около того. О, подумаю над ним. Даже присела немножко себя поснимать. Как же я смотрю сбоку в таком милом барашке. И знаете что? У меня, наверное, сейчас тот возраст, то есть я доросла до того возраста, когда я действительно полюбила вазы. И в каждом магазине первым делом я смотрю красивые вазы для декора моей квартиры. Так вот, в юске они всегда достаточно массивные. То есть они не меленькие. Те, что я вам показываю, они точно годятся в любой интерьер. Потому что по сути своей они нейтральные и не пестрые. Так как пестрость, она уже давным-давно не в моде. И еще чем мне нравится юск, например, в отличии от икея, они очень часто дают хорошие скидки и минус 50, минус 20 и даже минус 70. Просто надо держать всегда руку на пульсе для того, чтобы отслеживать хорошие скидки. Посмотрите, вот какое интересное сочетание цветов карамельного, небесно-голубого и молочного. Ну, на мой взгляд, просто шикарно. И еще мне нравятся штучные цветы, которые потихоньку возвращаются в моду, но именно в таком исполнении. Когда на первый взгляд вы не отличите штучные цветы от натуральных цветов. И именно такие листики, красивые, изящные, не кидающиеся в глаза, сейчас прям на пике популярности. Еще в Юске мне нравится их текстиль. В особенности это постельное белье в тонкую полоску. Вот мы когда с семьей отдыхали на морях и где-то были, соответственно, в гостиницах, всегда там было постельное белье или белое, такое белоснежное белое, или нежно-голубое, или пастельно-серое. Вот именно те три варианты, которые я вам сейчас показываю. И у них очень хорошая плотность, то есть они не тоненькие. Ну и, конечно, если вам все-таки душа ваша просит хотя бы о каком-то узоре, я вам советую именно такие два варианта в крапинку и черно-белый вариант. Также никогда не прохожу мимо подносов. Этот я, скорее всего, заберу для себя домой, потому что смотрю на монтаже, что он идеально впишется в мой декор. И еще эта доска из дерева манго также мне понравилась. По стоимости 45 злотых, это 10 евро. И эта миска для фруктов, также 12,50, это где-то 3-4 евро. Супер цена и супер дизайн. Кстати, девчонки, если говорить о зеркалах в Юске, то они просто слезали все идеи от Икея, но в Юске цены достаточно выше, то есть они дороже. Но в то же время немножко больше там размер. А по стилистике и характеристикам они одинаковые. И посмотрите, у меня, наверное, деживю, потому что точно такой же комод, как я вам показывала в предыдущих видео, продается здесь, но процентов на 30 или на 40 дороже. Поэтому, девочки, если вы также немножко обновляете мебель в своем доме, я рекомендую вам все-таки пойти в Юск. И еще такое интересное решение, это обувница. Во-первых, очень нравится мне это слово. Во-вторых, очень нравится мне этот комод для организации нашей обуви, чтобы ничего в доме не валялось. Девчонки, ну что ж, мы уже дома. И я вам показываю свою супер-обновку. Все-таки то кресло из магазина Юск я таки купила. И уже поставила сюда мягкую подушечку, чтобы было совсем-совсем уютненько. Я думаю, что это кресло будет моей новой любовью для чаепития и поедания, конечно же, шоколада. Пишите, как вам такая стилизация? Пришла моя маленькая помощница. Опа! И, девчонки, еще очень хочу вам показать безумной красоты подсвечник, который я также покупала в Юске на супер-скидках. По стоимости он получился 23 злотых, а это плюс-минус 5 евро. Как по мне, цена просто великолепная. Посмотрите, насколько он нежный и изящный. Вот здесь я вам покажу для того, чтобы передать его текстуру. Очень интересно выглядит, тонко, изящно. Ну, в общем, все, что я люблю. Свечи белые классические я покупала в торговом, обычном продуктовом магазине у нас в Польше. Кирфурд называется. И сейчас я буду уделывать вот эту шоколадку, потому что у Кристинки был день учителя, а учитель из истории сказал, что он на диете. И сейчас сажусь работать с моей картой Таро, но я не работаю как гадалка, я работаю как профессиональный психолог, если кто не знал. И это отличная проективная методика. Хочу попробовать что-то новенькое. Вот так выглядит мой обновленный интерьер. Спальня. Мне кажется, получилось очень красиво. А вот и маленькая хулиганка, которая мне постоянно мешает. Вот так. Да? И, девчонки, покажу вам еще с другого ракурса, потому что здесь я крашусь, тут я примеряюсь, здесь мой шкаф, моя любимая гардеробная. И вот так это все выглядит. Как по мне, получилось очень аккуратно, нежно и безумно красиво и стильно. Ну что ж, девчонки, я надеюсь, вам понравилось прогуливаться со мной по магазинам и впитывать красоту, много информации и, конечно же, хорошее настроение. Если вы еще не подписаны, обязательно подписывайтесь, жмите на красную кнопочку подписаться и присоединяйтесь к нашему очень душевному, модному, стильному сообществу. И да, девчонки, еще почему надо подписаться? Потому что следующее видео будет о моих покупках уже на холодную осень из масс-маркета. И я вам дам супер много идей, как утеплиться, но в то же время быть стильной, модной и выглядеть, конечно же, роскошно не только в праздники выходные, но и каждый день. Так. Тем временем я бегу на стрижку, потому что моя карашка уже достаточно отросла. С вами не буду прощаться, потому что мы с вами увидимся в следующем видео. И как всегда, всегда вам желаю только солнечных дней, только хорошего, улыбчивого, радостного настроения. С вами была я, Олеся. Пока-пока. До скорых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok